Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели и зрители! Сегодня я нахожусь в гостях у интересных очень людей, как всегда, не к интересам. Я и не обращаюсь, это вы знаете. И я попрошу, чтобы не терять напрасно время, сразу, может быть, тогда и представиться, рассказать о себе, чем занимается, собственно, то предприятие, где я сейчас нахожусь. Ну и вот, пожалуйста, Володь, можно пару слов как раз? О себе немножко, ну, почему мы встретились, собственно, чтобы, что объяснить людям, можем рассказать интересные что-то. Да, зовут меня Наголкин Владимир Андреевич, я возглавляю исследовательскую группу, которая занимается различными, скажем так, направлениями в области здоровья, здорового образа жизни. Ну, в частности, есть у нас свои открытия, есть у нас, скажем, совместные разработки с нашими коллегами. Вот. И то, что мы пытаемся популяризировать, это здоровый образ жизни, да, то, что и является основной базой для того, чтобы люди не болели. Не для того, чтобы они могли лечиться, да, или подлечиться, для того, чтобы они не болели. Ну, то есть профилактика. Профилактика, да. Много, да, различные мероприятия. Хотя я знаю, что есть какое-то и оборудование, так сказать, какое-то вы создавали, и как бы даже... У нас есть и оборудование, скажем, наше и совместное, у нас есть и препараты, и вещества, скажем, и те, которые мы исследуем, вот, те, которые мы даем и на апробасу своим коллегам, и уже некоторые, скажем, проводим работы по животноводческому комплексу, потому что с животными работать гораздо проще, чем с людьми понимание. Ну, многие больше, да, нет, не понимание больше, понимание больше, да, ну, более короткий срок. Так, форадоксальная вещь, нет, не более короткий срок, потому что с людьми, к сожалению, чаще возникают различные, скажем, непонимания и доходящие до негатива, да, потому что человек, он, скажем, более субъективен, гаист, и иначе, да, ну, вот, поэтому решили начать с крупного рогатого скота. Ну, а, кстати, на крупном рогатом, так сказать, я, так сказать, многие благодарны. Очень, да, потому что даже, ну, совершенно верно, когда даже вот ученый, ну, один ветеринар, вот, писал, случайно обнаружили такую вещь, когда, ну, лейкоз у коров известная штука, а смотрят, стали у некоторых проходить, то есть, ну, ни с того, ни с сего, они вроде не лечили, да и не лечатся вроде, а стал он расспрашивать, интересный человек попался в такую затейливую и ума, и хотел докопаться до истины, ну, почему? Так вот, и как, стал, а там пасли коров, то есть, хорошо, что пасли, да, но, собственно, вот он с пастухов стал расспрашивать. Оказалось, ходили в лес, когда проходили вокруг там опушек, там, в общем, ели мухоморы в огромных количествах и пили много-много воды. Значит, когда он вскрывал некоторых умерших, то есть, там у всех, ни у кого не было онкологии, только некроз был такой стадии иногда, что просто отравления от этого умирали, то есть, они просто уже там печень, почки, ну, как бы не справлялись. Известность древних времен, и вообще, вот эта наука, да, фомботерапия, древнейшая, ну, понятно, там, наши предки это хорошо когда-то знали, и не только в нашей стране, но во всех странах, о лечении грибами, это штука интересная, которой я сейчас тоже очень серьезно этим занимаюсь, конечно, у нас вообще в старые времена обладали, ну, даже тот же известный лекарь, вот такой, Бадмайев, да, там, в революции, который обладал очень большими существенными знаниями, наверное, его труды очень многие были потом, ну, скажем, или уничтожены, или стекречены, хотя кое-что осталось, вот, и по монастырям травники, вот эти монастырские и прочие, так сказать, тоже, а что касается уж Японии, или там, мы берем Восток, так там только по шитаке, только текстовые источники, около трех тысяч лет, там, от манускриптов до даже книг, целых книг по тому же шитаке, вот, есть одна книга 700 лет, ну, а сейчас более 10 тысяч диссертаций уже, поэтому грибы только защищены, это реально работает, кстати, вот сейчас вам говорят, вирусы надвигаются, едем в машине, говорят, там, страшная эпидемия гриппа, там уже несколько летальных случаев, прочее, прочее, доподлинно известно, что есть действующие, там, полисахариды определенные, ну, грибные амфитонциды, тот же шитаке, который, кстати, шитаке, один из самых в мире сильных средств, вообще из всего, что только есть, противовирусные, включая вирус спида, там, гепатита С, так далее, то есть это вот действие его, а есть грибы усиливающие, есть тот же рейшин, но это ладно, это я опять, нам-то интересно послушать, какие у вас есть разработки, бамбургани еще, да, бамбургани еще, да, могли бы вы немножко представиться, рассказать пару слов, там, о себе и о том, чем вы занимаетесь? Я являюсь академией, в общем, Российской академией естественных наук, я являюсь по специальности, я знаю специально, я являюсь по специальности, я специально занимаюсь обращением наук, но в течение 15 последних лет, кроме исследований и практической работы по гимнологии, я занимаюсь методами, которые мы сегодня можем с полнооснованием отнести к ноосферным методам диагностики лечения, которые включаются как приборную базу, то есть используемых различных приборов, обладающих диагностическими лечебными свойствами, так и некоторыми лекарственными средствами, пищевыми добавками, которые обладают тоже выраженными лечебными свойствами. Мы сегодня рассматриваем только те методы, которые превышают существующий уровень диагностики лечения, по крайней мере в несколько раз, 100%, 200% и больше. Все остальное теряет смысл сегодня, поскольку мы понимаем, что идет очень резкие изменения в организме человека, и эффективность резко снижается в многих лекарственных аппаратах. Поэтому в последние годы мы широко используем в медицине такое направление, как крайне высокие частоты, это специальные аппараты, которые обладают, называется КВЧ-терапия, причем открыты новые эффекты в этом именно механизме действия аппарата, который позволяет более широко использовать, более эффективно его использовать, чем то направление, как обычное физиотерапевтическое направление, принятое в обычной медицине. Мы также используем направление связано с спектрально-динамическими комплексами, это лечебно-диагностический комплекс, который имеет колоссальную возможность сегодня. Вот перед вами прибор, в котором заложено более миллиона 50 тысяч программ, различных, которые позволяют заглянуть не просто органами в клетку, мы можем заглянуть в молекулу, мы можем заглянуть в атом, даже его электрон, как он крутится так, то есть какой спин электрона. Если правильно я понимаю, то речь идет о компьютере, как носителе вот этой базы, куда записаны те параметры, то есть частотные характеристики, так сказать, да, понятно. И есть некий щуп, ну условно назовем, то есть... Ну вот перед вами, ну да, 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 то есть как бы... Дальше, который снимает эту информацию, причем съем информации идет очень быстро, это 30 секунд. Дальше идет распознающие устройства, они превращаются в электромагнитные поля, и таким образом дальше идет распознавание тех образов, которые имеются в организме человека. То есть это очень простой, очень такой эффективный способ диагностики лечения самых различных заболеваний. Например, нам нужно выявить, в организме есть тяжелые металлы или нет. Это целую систему нужно исследований сделать, чтобы подтвердить. А мы в течение там 1-2 минуты говорим, что есть и какие. И это сравнивалось с... Конечно, с стандартными, обычными методами исследований. Которые показывали полную субкальность, да? Ну вот, скажем, интересные вот мои исследования, которые я провожу сейчас на Кипре. Я там нашел одно очень интересное растение, называется джинура, которое обладает очень серьезными лечебными свойствами с точки зрения снижения сахара в крови, снижения холестерина, нормализации давления и много-много всяких эффектов, которые описаны давно и сейчас детально изучаются. И вот когда мы посмотрели микроэлементный состав, то я немножко, так сказать, удивился, что такое обычное растение, на первый взгляд, обладает таким колоссальным набором микроэлементов, которые являются чрезвычайно важными. Например, палладий. Это сильнейший катализатор многих ферментов в организме человека. Золото и другие. Понимаете? И вот когда мы взяли... В альбинском дикой природе, да. Совершенно верно. Мы взяли эти исследования и провели на таких аппаратах, потом, естественно, сделали нормальные исследования на спектрометрах, но общепринятых методах, которые сегодня применяются в медицине и фармакологии. И мы увидели, что полная идентичность, что это подтвердилось, что это действительно так, что мы понимаем, что мы имеем дело с её серьёзными растениями. А мы случайно её накопали, грубо говоря, что она обладает такими свойствами, как катализаторы. Мы также, скажем, нашли, что это всенёжнейшее средство регенерации органов и тканей. И благодаря вот тоже этим методам мы нашли, что она действует на стволовой клетке, что она действует на эндокринную систему, на иммунную систему. И мне понятно теперь, куда проведить серьёзные исследования, куда углубляться эти исследования, каким образом доказывать механизм действия этих препаратов. По равнауке всегда бывает, да, совершаются такие открытия случайно, методами? Совершенно верно. Поэтому мы сейчас как бы фильтруем всё, что есть ценное в природе. Вообще, да. Например, я приезжаю в Хорватию, а там источники серьёзные. Я посмотрел воду, мне стало понятно, да, серьёзная вода, не стоит заниматься. Там мы посмотрим, какие-то источники у нас в России, мы понимаем, что это серьёзнейший источник, которой снова надо заниматься. Понимаете, вода, обладающая лечебными свойствами. Мы, скажем, зашли в тайгу, посмотрели, я посмотрел, взял орешки кедровые, да? Не просто орешек, а пророщенный орешек. Просто они в почве уже проросли. Вы бы видели, какой спектр выдаёт пророщенный орех. Это же колоссальная сила, понимаете? И вот, казалось бы, на первый взгляд, такие случайные находки позволяют нам выбрать те направления, которые не просто полезны, а не очень полезны человеку. Потому что мы знаем, что такие вещества биологически активны, которые находятся в этих пророщенных зёрнах, в 250-е больше раз они более активны, чем обычные растения, которые мы уже собрали. Или даже когда семечка лежит не проросшая, начинает прорастать, там и витамины С в 20 раз больше и так далее. Совершенно верно. Понимаете? И вот такие методы позволяют нам, с одной стороны, оценить, а что в организме происходит в динамике, не просто так сделали снимок, сделали ЭКГ, мы видим там какую-то статическую картину, что-то. А мы в динамике можем, вот в течение часа, мы увидим, что, а что изменяется в процессе нашего воздействия, что-то мы дали какой-то препарат, мы сразу видим, а что происходит с ним, подходит, не подходит. Ведь в базе данных заложены сотни тысяч препаратов, которые мы легко можем подобрать, а что конкретному человеку подходит. Это вот как раз та главная идея, которая сегодня заложена в все требования международных экспертов, каким должна быть медицина 21 века, какие должны быть подходы в лечении, чтобы не навредить сегодня, чтобы подбирать адекватное лечение. И так как мы назначаем по 2-3 месяца в один препарат, который давно уже ему не подходит, даже если он нужен этому человеку, он его принимает и становится абсолютно бессмысленным, этот прием, если дорого стоит сегодня. Поэтому вот эти направления, они очень важны, и мы видим в этом очень большую перспективу. Я так полагаю, вы усовершенствовали, видимо, то есть сам подход, сама методология, она известна давно. То есть еще, вот я нашим зрителям тоже говорил несколько раз о своих лекциях, ну определенных, я сам столкнулся примерно с этим, ну скажем, с этой, скажем, технологией, или ее прототипом. Еще в 89-м году было такое совместно советско-австрийское предприятие Sven SES, и вот по биологически активным точкам на руках фалонга пальца рук ног они определяли, то есть оттлонение, ну тогда еще компьютеров таких не было, тогда либо стрелочка, либо магнитная оттлонилась в одну, либо в другую, то есть там, например, опухолевый процесс или воспалительный, так сказать, в одну, в другую, недостаток энергии, функции вот тех или иных органов. Так вот, было настолько точно, я, знаете, это многие мои родственники прошли вот это, да, и мы видели то, что они, врачи, когда обследовали, вот говорили, как это было в процессе, то есть как развивалась болезнь, да, то есть такие тонкие нюансы, что есть на 100% из 100, и они что потом делали? Они брали воду, которую хранили в термосах далеко от электромагнитных источек, все правильно, потому что это все влияет, наводок, чтобы не было, причем даже вот, что меня сразу, ну как бы это сказать, зацепило, что серьезно, а то, что они говорили, когда вот там первый прием, где 30 миллилитров воды, которую они зарядили, ну скажем, информацию внесли туда, а там нельзя было даже выключать или утром включать, чтобы вот, да, так вот, я сам с этим столкнулся, у меня тогда были там определенные проблемы, через три приема, не то, что курс, а три приема, там 30 сил или там, не помню, 15, сейчас уже, ну вот три раза по 30 миллилитров три дня, у меня раз и навсегда никогда уже не было, а было, начиналась очень сильная форма, ну гастрит, там был и так далее. Мой дядя там жил многие годы только после этого, потому что у него были там, ну, моя бабушка, она была вот тогда еще жива, врачом, еще старым, и она вот, говорит, у тебя ведь, ну, дядя моему, там, ну, сердце там никакой действительно этого много, но, правда, лет на 17-20 позже. Вот, а в общем, потом они куда-то исчезли, то ли, то есть вообще никаких концов не удалось найти, это года через полтора, а потом, долгое время спустя, стали появляться отдельные люди, которые по методу Фолли, там, вот, биорезонансной диагностики, что-то похожее, но уже никак, ничего даже рядом стоящего не было, то есть вопрос, я не знаю, засекретили технологии, там, куда-то за границу или что, не знаю, вот, и я поэтому с этим сталкивался потом, вот тот же, там, есть Агулов, там, Коралловый клуб или сеть, у них есть тоже биорезонансный, то есть принцип, принцип, человек держит в руке, ну, как один вариант, значит, проводник, там дальше ему дают действительно считывать информацию, в базе данных есть те же частотные колебания, волновые, то есть, понятно, каждая клетка любого организма имеет свои определенные характеристики частотных, ну, конечно, и по этому, там, вирусы, например, там, такие, такие, там, цветами голове, в папиллом вирусы, у них свои, значит, и, имея из базы, смотрят с тем, что у человека, и видно сразу компьютер выдает какие-то, то есть принцип здесь тот же, как я понимаю, только, как я понял, здесь, наверное, накоплено, во-первых, база очень обширная, большая, второе, даны вот эти, ну, из выбора большой споставления, я добавил еще, знаете, что съем информации более качественные. Вот, да, я просто, правильно, не успел сказать, то есть, это уже вот другой вопрос, потому что, естественно, то есть, там, я насколько знаю, были, исчислялось в вольтах, а не в милливольтах, а тут же нужно милливольты, и... еще даже, да, поэтому, ну, да, да, то есть, к тому, что раньше более грубо, сейчас это более тонко, когда можно увидеть четче, ну, про это я тоже, потому что мои вот одни знакомые в этом направлении вот именно тоже и прибор создали, вот тоже, вот, значит, базу очень огромную, то есть, ведут в этом направлении работу, хорошо, а вот скажем, пожалуйста, вот, пусть мы человек исследовали, понятно, что у него есть, всегда это можно, ну, понятно, в клинике медицинской, перепроверить, ну, так сказать, вот, убеждаются для людей, что все так, оно есть, а дальше вы рекомендуете, назначаете методику, да, определенную? Ну, конечно, тут по-разному можно подходить, если человек есть возможность приехать на несколько сеансов, мы, конечно, проводим это лечение. А, то есть, а в чем заключается, скажите, тогда лечение? Ну, коррекция, например, есть вирус герпеса, который постоянно дает человеку кучу проблем, мы включаем программу и скажем, ну, за две недели, то реально мы можем справиться с этой задачей. То есть, по крайней мере, резко снизить концентрацию. Если человек не может, скажем, приходить к нам, есть такие маленькие аппараты, аппортативные, называются кавыча терапия, спинок делает, томский. Мы тоже назначаем такой аппаратик, и он дома делает. А, то есть, покупает и... Ну, конечно, и там все просто, там есть методики, расписаны, утвержденные, без здрав, идет физиотерапевтическое лечение, и таким образом тоже можно решать. Если человек и этой возможности нет, потому что аппараты относительно дорогие, мы назначаем препараты, которые подходят ему. Это может быть как обычные лекарственные препараты, химические, которые есть в аптеках, хотя мы стараемся не использовать их, так и препараты, которые получены из природного сырья, так и препараты, которые относятся к группе гомеопатических препаратов, которые сегодня достаточно большой выбор. Но мы подбираем точно индивидуальную и то, что подходит сегодня человеку на сегодняшний день. И попадая в точку, мы видим сразу, насколько серьезно их. Вот, кстати, очень хорошее, я считаю, я думаю, вы со мной согласитесь, такое утверждение, уж не помню кого, но явно умного человека, что если методика лечения выбрана верно, то результат наступает быстро. Конечно, конечно. Потому что, к сожалению, во-первых, действительно воздействие на современного человека со всех сторон в разных областях идет отрицательно и активнее, чем еще это было 30-40 лет назад, не говорю уж про 100. Болезни, понятно, молодеют, питание, ну, это очень важная составляющая тоже, так сказать, оставляет, понятно, желает лучшего и так далее. И вот в результате ДА, адаптация вирусов, грибковых инфекций и так далее, идет очень быстро, это фактически препараты химические, кстати, вот, понимаете, вот даже вот такой пример, приведу просто для, может быть, как идеолога, интереса, вот выделили когда-то из того же шитаки, по-моему, ну, из других грибов такое вещество гибрилен, и вот стали исследовать, а в частности его был такой интересный эффект, вообще корневая система и растений, любые части, листья растений, его очень активно поглощают. Его сразу просто, вот, полили растения, нашли через два часа в листьях, ну, то есть активно усваиваются, значит, почему? Ну, потому что грибы высшие и образуют симбиозы, микоризы, да, то есть между мицелием гриба и корневой системой растений, идет не просто там поставка, как считали, там просто питательных веществ дополнительно друг друга, там еще, ведь грибы высшие вырабатывают природные антибиотики, другие вещества, которые, а в это помогает растению, да, бороться с теми же паразитическими грибами, например, низшими микромицетами, но вот это вещество гибрилен, оно заставляет, растение активизирует, это как гормон роста, в два, в три, до десяти раз быстрее расти, ученые стали ладошки потирать, ну, теперь мы его синтетически произведем, произвели, и что? Ничего, потому что мало одно вещество повторить четко по структуре, важно лишь, если мы живем в многомерном мире, даже не трехмерном, и есть пространственные изомерации, там изомеры, которые могут строить, например, та же глюкоза от фруктозы, чем отличаются? Они абсолютно по формуле, по химической одинаковые, но глюкоза, это право вращающий изомер, а фруктоза лево вращающий изомер, и вот лево вращающий изомер оказывается без проводника, без инсулина, гормона поджелудочная, входит в клетку напрямую легко, а глюкоза не может так сделать для нее, вот, и, конечно, вот, к сожалению, ладно, невежество, ну, как сказать, простительно, простых людей, но даже многих врачей, которые не понимают меня, это сильно, так сказать, ну, так как меня расстраивает, скажем так, что действуют, к сожалению, по методам, ну, то есть, ощущение, что многие врачи, ну, так, видимо, и есть, конечно, ничего не знают фактически, просто назначают то, что у них прописано где-то в инструкции, бездумно. А поскольку думать не надо и прописываешь, то нет развития, нет понимания, ну, и желания, видимо, потом уже нет никакого изучать, то есть, совершенствоваться. Ведь человек, как говорится, пословица, век живи, век учись, это правда. Мы все время, да, что-то новое узнаем, и еще сколько предстоит узнать. Вон, не знали раньше, что думали, желудок кидаешь, пепсин все растворить, дальше там, ну, ладно, еще кто-то продвинутый знал о ферментах поджелудочной, а теперь, а Академик Уголев когда-то открыл пристеночное пищеварение, оказывается, что кишечник наш, его следствие, там и свои гормоны, и ферменты, то есть, это очень сложно и то, что мы вот только-только, и еще предстоит, я уверен, нам очень познать. Известно одно точно, что в природе есть все, просто, понимаете, это иначе было бы против закона здравого смысла, в природе есть все необходимое, чтобы любые проблемы решить, в том числе со здоровьем, потому что иначе бы не было такого слаженного, уникального механизма вот этой биосферы всей нашей, просто иначе бы не было. Но человек возомнил себя умнее природы, ну и получил пинок под задом. И, так сказать, неважно, кто это, так сказать, мыслит или думает, ну, когда ты, уважаемый Мечников, так сказать, говорил, что толстый кишечник не нужен человеку, это вроде как рудюмент, разумеется, как я считаю непростительно ученому говорить то, такую глупость, когда, ну, ладно, ты не понимаешь, так скажи, я еще не понимаю, зачем природа, ну, если это создано в природе, природой, то это значит нужно, если ты не понимаешь, ну, дорасти, попробуй додуматься, изучать, вот это позиция честного ученого. Ну, как когда в свое время тот же профессор Кэмпбелл, есть такой известный, очень интересный человек в Америке, да, он вырос на ферме, отец держал, ну, там, в 30-е годы, там, мясная ферма, был убежденным абсолютно, так сказать, мясоедом, смеялся над веганами, а когда, будучи уже стал врачом, уже профессором, поехал с комиссией серьезно изучать на Филиппины, вот была очень высокая смертность, особенно среди детей от рака печени, потому что арахис, который в пищу у них очень активно потребляется, облаженный воздух и черная плесень, да, и афлотоксины, яды, значит, вызывают рак печени, это известно, но он обнаружил, что, оказывается, в семьях бедных детей, бедных родителей почему-то его почти нет, а богатых, которые очень хорошо питаются, да, есть. А что значит хорошо питаются? И стал изучать. И в результате сорокалетних, ну, было понятно-то раньше, просто в течение сорока лет было потом проведено вплоть до таких исследований, например, известные в Америке исследования медсестер, там, больше тысячи американских, там, да, ну, где были произведены совместно с коллегами из Китая и Японии колоссальные, там, в этом было задействовано, там, сотни ученых, в этом за эти годы было полностью понятно и как факт подтверждено и понятны механизмы, каким образом сложные высокомолекулярные белки, которые не могут в полной мере расщепиться у нас в организме, и обязательно их, как хоть малая часть, но через поры тонкого кишечника в кровь с другими питательными щитами всосется, и возникает реакция антигена-антитела, такие упражнения постепенно приводят к раку, потому что гнойные токсины, трупные яды, кадаверины и прочее накапливаются в таких количествах, ну, а при действии, что других факторов на наш организм, разных неблагоприятных, они просто, организм никогда не справится полностью, в мере не вылетит, будет накапливать, это постепенно влияет на передачу информации от деления к делению клетки, накапливаются ошибки, и в конечном счете вот этот тот самый метод без полуотделения приводит к возникновению аномальных клеток. Ну, а вторично, это грибковые, эти самые инфекции, которые, собственно, являются уже второй причиной, группой причин онкологии проявляют себя активно. Он доказал не просто это, а еще, знаете, что интересный был такой момент, когда группу контрольных крыс кормили, там, например, вот давали яд афлодоксин, ну, уже знали, что все будет конец, сейчас, там, завтра, например, и вторую группу тоже давали ту же дозу корма, но в одном, представляете, в случае, в одной группе контрольных, наряду с этим ядом кормили таким образом, что из 100% объема пищи белков, я сразу скажу, казино белок, как раз казино молочное белок, было 5%, а в другой 20%, так вот там, где было 5%, 20% была 100% смертность от рака печени, а в другой группе даже не 50 или 30, ноль, ноль. Оказывается, практически любой фактор, любой отрицательное воздействие даже очень сильных ядов, токсинов, может быть нивелировано всего лишь внутренними ресурсами, колоссальными организма при правильном, адекватном питании. И вот если бы мы, особенно врачи, там, да, ученые, знали бы, как комбинировать правильно эти самые факты, я говорю, вот есть панацея, справа тех, кто, одно вещество, один препарат, никогда панацея не будет. Панацея и есть, с другой стороны, но это комплексный, системный подход. Когда мы учитываем максимальное количество возможных факторов, их ликвидируем из жизни, эти максимальное количество факторов. Ну, например, вот мы можем назначить правильное питание, там, препараты, все, физиотерапия, все что угодно, будет все отлично, но, если мы еще порой иногда, и мы никогда это не поймем, только природой, знаете, на чаши весов вот это количество факторов, которые отрицательно воздействуют на организме, положительно. И бывает одного лишнего достаточно, когда та самая чаша переполнится, согласно, это из жизни, из практики, я думаю, каждый вы это сталкивает. Так вот, порой, казалось бы, сотовый телефон, да, например, возьмем, ведь это же ужасное, разрушительное воздействие тоже оказывает на наш организм, на мозг в первую очередь. Но если стоит, вот, бывало, и убрать, бывало, люди просто лечились, вот, даже от онкологии, когда все бросали, все, там, конечно, и стресс, и телефоны, и источники электромагнитного противозлучения, и все питание, и уезжали там за город жить, обниматься с деревьями, то есть, меняли психологию, и у них проходило рак. То есть, и вот это все правильно анализируя, действительно можно подобрать методологию, системный подход, когда мы учитываем большее количество факторов, вот, и это важно. Ну, а скажите, пожалуйста, вот какие еще вы в своих методиках, то есть, я так понимаю, помимо того, что вы, вот, исследовали, определили, потом вы, соответственно, действуете обратно, то есть, определенные частоты уже, то есть, резонансники создаете, и, например, погибают бактерии, ну, то есть, это понятный метод, принцип. Плюс к тому те какие-то препараты, вещества, процедуры... Ну, нормализуется работа иммунная система. Ну, да, да. Ну, то есть, комплексный подход, который позволяет привести в организм в нормальное состояние, когда может действительно уже функционировать. Потому что сегодня, конечно, большая нагрузка на организм, электромагнитные поля, микробные флоры, токсические вещества, ну, то есть, целый комплекс... Да безусловно. Плюс к тому, что те же продукты питания, наряду с теми, что все это человек неадекватно и не в тех объемах потребляет, что предки наши еще... Кстати, вот так же в китайской смысле, вот стали, обратили внимание. Ну, там просто это самое активное, когда, знаете, как это из грязи к князю, то есть, ну, вот работал человек, там жили в Китае, там все на селе, девяносто, там, девять процентов, а тут резко, так сказать, Гонконг, Сингапур, ну, то есть, понятно, стали офисы, все менеджеры, все вот компьютеры, тысячу облучений и питание европейскому сродни, то есть, подстраивается под европейский тип, то есть, все вареное, мясо три раза в день, прочее. Значит, вот у меня знакомый занимается очень серьезно водой, приборами, вот, там, по антиоксидарным комплексам, уже 20, там, ну, и много, чем другим. А у него друг-коллега, и вот просто он через него все это, ну, просто подноготный узнал, он просто с этим связан, у него самого рака, то есть, вот, у каждого второго. В Гонконг у каждого второго рака. В Америке это не секрет, ну, это, конечно, не афишируется, так не говорится, но от старика на младенство, то есть, и 100% целью каждого третьего человека, та или иная форма рака, вот. И, ну, я тут ничему не удивлен, главное интересное другое, в тех же сельских районах, где люди остались жить, как жили, да, те же самые, там, процент полтора и меньше, чем, как это было и 50, и 70 лет назад. То есть, вот как изменение образа жизни, питания, в первую очередь, и других факторов может резко влиять и, но зато на таких, что называется, экспериментах, ученые разумные, вот, как тот же Кэмпбелл был и его коллеги, он-то был убежденным, так сказать, человеком, но он был настоящим ученым, исследователь, то есть, не закрыл свой мозг, разум для восприятия объективной информации. И когда он ее стал получать, анализировать, ну, он, конечно, тоже изменил питание, образ жизни и, вот, как говорится, большое дело сделал, за что ему низкий поклон тоже, ну, и таким, образом, как он для людей, для других. Скажите, пожалуйста, а вот, ну, понятно, значит, прибор, соответственно, воздействие обратное, потом другие методы, препараты, рекомендуются, видимо, там, определенные процедуры, смотря что у человека. А нет ли каких-то у вас, может быть, вот, я могу ошибаться, вот, Володя, по-моему, говорили, что вот какие-то физиотерапевтики, то ли оборудование какое-то есть тоже, то ли какие-то типа барокамеры, я могу, или я могу ошибаться, что-то такое. Ты, наверное, ошибаешься, да? У нас, да, у нас, скажем, есть комплекс мер и методик, которые позволяют воздействовать очень эффективно на организм, значит, вот одна из, скажем, одно из оборудований, это вот перед вами, очень мощное, вот. То, что касается системности, скажем, вот Багдан Владимирович, да, как является руководителем, скажем, нашего медицинского направления, мы можем влиять на те или иные, скажем, заболевания или, скажем, системы органов эффективно, быстро при желании человека и при его сотрудничестве. Вот, то, что вот сейчас вот проговорили, да, все это абсолютно верно, абсолютно правильно, на, значит, протяжении долгих лет мы это тоже видим. А чтобы эффективно, значит, можно было использовать все наши наработки, это, в первую очередь, человек, который приходит за помощью, он должен сказать, что ему нужна эта помощь. И вот совершенно осознанно, и начать сотрудничество. Потому что рекомендаций много, препаратов еще больше, оборудование и так дальше, да, это колоссальное количество. Вот, но все-таки первостепенное место занимает человек. Ну, естественно, потому что... А наше, да, ну, а то, что у нас есть, ну, большое количество оборудования, я не знаю, не буду перечислять, я думаю, что у нас совсем недалекой перспективе это открытие клинической нашей деятельности, да, уже в более широком спектре, и там люди смогут ознакомиться уже непосредственно с нашими наработками, воспользоваться ими. А когда это, в принципе, так, если не загадывать, в течение года? В течение года. В течение года, я думаю, что мы уже сможем все это дело продемонстрировать. Ну, соответственно, это где-то будет вот примерно в центре Москвы, да, где-то? Да. Ну, да, ну, то есть, понятно, то есть тогда уже будет запись. Да, да, и будет запись. А сейчас, в принципе, так сказать, и сейчас мы проводим некоторые исследования и помощи, и работу, да, и диагностику, и лечение, как она очень непосредственно этим вопросом занимается, да, рукотворно. И здесь я, и у него своя небольшая клиника, соответственно, можно обращаться. Ну, здорово, что... Обращаться. Да, мы обязательно поговорим, и вот вернемся, когда вы откроете, ну, прям, как говорится, нашим людям, всем нашим зрителям обязательно расскажем. Вот, я думаю, что будут обязательно, конечно, обращаться. Кстати, вот, Владимир Владимирович, вот скажите, по поводу, знаете, если можно, ну, так, пару слов, если это... Я, мы же с вами вот как-то действительно, мы до записи говорили, встречались как-то с вами на одной из лекций в клубе, ну, по трансфер-факторам, и вы изучали тоже этот вопрос. Могли бы вы все-таки так вот, ну, в двух словах попытаться сказать, сформулировать, вот, по вашей, во-первых, по теоретическому пониманию этого вопроса и по уже, может быть, практическому опыту, что вы сталкивались с применением вот трансфер-фактора. Ну, во-первых, нужно помнить всегда, почему плод так быстро развивается. Это очень интересно. Какой тип регенерации плода? Почему, с одной стороны, так много проблем у некоторых идей, с другой стороны, мало проблем, если это здоровье про жизнь, беременность женщины, все хорошо. И вот одним из таких вопросов, которые должны находиться, это как раз проблема трансфер-факторов, которые являются, относится к факторам переноса, являются достаточно серьезными факторами, обеспечивается иммунный статус человека, по-другому, иммунную защиту человека, в том числе, внутриутробную защиту плода. Но сегодня, раньше его получали из крови людей, из лейкоцитов конкретно, сейчас его получают из молозива. И второе, из чего они получают, это облодотворенных яиц курицы. И вот соединив эти два трансфер-фактора, полученные с молозива и с курицы, с облодотворенных яиц, мы получаем достаточно эффективные средства, которые обеспечивают хорошую защиту, иммунную защиту человека. Абсолютно безопасные вещества, безвредные, дающие хороший регенерационный эффект. Но исследования, которые были проведены до этого времени, показывают только, что он является, грубо говоря, связывает звенья иммунной системы и поддерживает их, так сказать, чтобы они нормально работали. Но и пошли немножко дальше, увидели, что он не просто трансфер-фактор, он увязывает все системы организма от человека, в том числе эндокринную, иммунную, нервную и так далее. Потому что они общие антигены имеют, общие, грубо говоря, сильно завязанные, поскольку идут с одного заротушевшего листа. Со стволовой клеткой. Совершенно. И, конечно, стволовой клеткой. Да. Понимаете? И вот когда мы показали, что это действительно возможно, что это работает, вот тогда оказалось, что трансфер-фактор более серьезное направление, чем просто вещество, которое обеспечивает работу иммунной системы. Я так полагаю, что все-таки больше даже, может быть, даже и не вещество, а информация. Информация, совершенно верно. Это информационные молекулы, которые в эту задачу решили. Ну, это то, что мы говорим, то, что продвинутый конъект, волновая, то, что вы имеете в виду. Да. Сегодня уже показано, что вот на основе четко хороших сформулированных гомеопатических препаратов, какое разведение, какой электромагнитной волной владеет. Мы же сегодня уже знаем, что это та же самая электромагнитная волна, понимаете. Поэтому мы сегодня должны понимать, что это направление сегодня является таким приоритетным. Как бы мы ни говорили, а если взять гомеопатический препарат и обычный аллопатический препарат, то иногда гомеопатический препарат превышает аллопатический, то есть обычный препарат, который где-то в 3-4 раза. Казалось бы, препарата реально нет фактически, только молекулы есть. А, потому что информация. Совершенно верно. Это же первично. Нет, ну так это даже с точки зрения здравого смысла, если уж мы все-таки дошли до того, ну, мракобесие из головы выкинули и понимаем, что вот по образу и подобию мы сейчас не религиями, а в здравом смысле по образу и подобию человека, то есть выше, так сказать, действительно существуем, по крайней мере, на нашей планете, обладающей разумом, душой и так далее, то мы должны понимать, что первично всегда надо материи, ну хотя, так сказать, энергия ведь это тоже материя, то есть первичная информация. И поэтому, если она идеальна, то есть по образу и подобию, то даже имея очень большие повреждения, ну, по крайней мере, просто методология до этого, может быть, не в полной мере, но можно добиться и то, что мы называем чудом. Потому что известны случаи, когда регенерация ткани-то тоже идет, и даже органов, в принципе. Вот даже, например, если поджелудочная железа удалена, ну, там креатические протоки, да, там клетки остались, то мы уже сошлись. Да. Ижелудочные точно ткани. Ижелудочные точно ткани. Вот, 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 вот. Вот, более того, если сейчас мы это познаем, немножко от другого идем и пытаемся, вот, ну, то, что наши предки не могли, безусловно, вот это синтезировать, соединить, но они лечились, неграмотная бабушка или там ведун, тем более, или там волк мог, обладал этим знанием, имея в арсенале, не соизмеримо больше, чем мы сейчас, знания о тысячах растений, грибов, которые, ну, ведь известно, что кошка больная, которая уже, казалось бы, тут вот в квартире умрет, но попадая на природу, имея вот эту чутье, связь с природой, как человек, который утерял в основном, ну, почти все, да, она может, если попадутся эти растения, значит, употребить и сделать такую комбинацию, что она выздоровеет, то есть в природе заложено все, это факт. Вот. Но интересная тема про трансферфактор. Но в принципе, ведь маточный молочко пчелиное, это же тоже уникальное, так сказать, вот. Это вот фактически есть трансферфактор, по большому счету, тоже. Ну, как бы. Боюсь, трудно сразу ответить, но что там действует. Да, да, потому что, во-первых, с точки зрения состава, ну, во-первых, мы знаем, что те группы пчелов, кто кормится маточным молочком, и сама матка живет ведь, понятно, в сотни раз больше, чем пчела. Ну, там, в шестьдесят, в девяносто раз. Во-вторых, там по, есть все шестьсот, да, там, элементов. Микроэлементов, конечно. Не только микроэлементов, да, там, витамины, ферменты, гормоны, то есть все, что только существует, и бедвина, ну, то все. Вот. Во-вторых, люди, которые, ну, как говорится, любая теория практики подтверждается, но тут сразу момент, который тоже важно подсказать, и лишним хоть сто раз сказать, не будет зря повторение. Вот почему, к сожалению, было дискредитировано траволечение, а потому что стали выращивать на полях, как химию колхозную, собирая комбайнами, а травы работают, только если они растут в дикой природе, вот именно работают, как описано в древних травниках, когда они в симбиозе находятся, так, как их природа туда, что называется, или боги там разместили, имея тот набор минералов, других веществ, которые только в симбиозе могут образоваться. И никогда человек не поймет, как это надо скомбинировать так, чтобы было все. Это просто и смысла нет. Вот поэтому-то как раз первокультурное, и земледелие, и подход вот этой экологичной нау-сферы, что мы говорили, вернадские изначально, да, это все единственный правильный, разумный в нашей жизни подход ко всему, в науке, технике, в жизни вообще человеческой. А что касается маточного молочка, тут дискредитация была такова, стали сушить, стали с медом смешивать, вроде хранит. В общем, два способа, либо с пасеки это принимать, либо моментально замораживают при отборе, и как мы делаем инсулиновые шприцы, с герметичностью запаиваются они, и сразу замораживаются. После этого не должно ни на одном этапе, там, перевозки от пасеки, почему-то на пасеки делать надо. При перевозке нельзя под разморозки, чтобы. Вот тогда чудо просто. Я даже вот Ольга Алексеевна как-то вот такого, ну, тоже давал. Она там, курс там, ну, например, полный, там, 10 шприцов, ну, как бы на три дня под язык, утром холодильник хранится, там, три дня нормально. Вот, и, по идее, полный курс, ну, хотя бы один. А она только три шприца попробовала, ну, там, забыл, где-то, ну, изменения огромные. То есть это вот к тому, что просто сразу автоматически приходит на ум, когда вот мы говорим о таких разработках в этой области, в иммунной разработках. Кстати, тут нельзя сразу не сказать опять насчет грибов, потому что как раз известно, что, например, вот те же, например, полисахарид лентинан, который в шитаке содержится, он не только что, не то что доказано, а там в Америке, кстати, в официальную медицину он вошел как лечение, в онкологию. Я вам про Японию, Китай понятно, там это изначально. Так вот, он что делает? Он заставляет наш фермент перфорин, который у нас с 30 лет, ну, его очень мало уже вырабатывается, а именно он уничтожает, делает от слова перфорин, понятно, перфорацию, то есть дырки в раковых клетках, его заставляет, то есть наш организм продуцировать. Это принципиальное отличие от химиотерапии, когда мы убиваем, пытаемся и раковые клетки, но заодно убиваем умную систему. Кстати, только первая обработка химиотерапии человека действует очень эффективно всегда, 70-80 бывает процентов опухоли уходят от метастаза, а потом плевать уже, потому что вырабатывается защита от этих онкоклеток, а на самом деле, ну, грибы микромициты, их мицелии, а их мембраны уже не пропускают, они уже резистентны к этому, и приходится новым, а дальше идет та самая грань, когда уже бессмысленно делать химию, только человека просто можно иммунитет убить напрочь, и уже будет невозвратная точка возможной. Так вот, а ведь оказывается, этот полисахарид лейтенант не только вырабатывает, заставляет вот фермент перфорин в нашем, а оказывается, он начинает активизироваться так иммунной системой, что макрофаги, т-лимфоциты, т-килеры клетки у нас в организме, то есть та самая иммунная система начинает активизироваться, более того, обучаться на данную проблему, то есть заставляет восстанавливать именно иммунитет, вот такие свойства. Да, более того, вот то, что сейчас исследуют, и вот кстати по радио часто, ну кто в Москве живет или слушает, по-моему, по Вести ФМ, доктора Мясникова с Соловьеву приглашает, а он про рифнот вот этот, тот самый фактор нектроза, синтетический, вроде, конечно, лучше американского аналога, меньше побочных эффектов, все это надо так. Да я только вот много знал случаев, когда люди по, все-таки его применяли при онкологии, и я допускаю, что у кого-то есть очень хорошие результаты, я не наблюдал. И опять-таки, та простая логика, что никогда человек не создат лучше, чем природа, и кстати, а вот те же, почему я это говорю, те же полискориды, активные шитаки, например, еще я заставляю, то есть это являются факторами некроза опухоли, а это как раз три в одном, то есть мощнее воздействия фактически нет. Другой вопрос, что там, изучая эту тему серьезную фунготерапию, у нас же на Руси, как говорится, есть свой уникальный гриб, веселка, и там, где веселка применялась, вот просто деревне, ну знали, что это никогда не было ни жир, липом, папиллом, миом и онкологией никогда. Более того, я знаю даже случаи, когда высушенную веселку, вот что называется еще интереснее, да, момент, не веществом действия, вот почему мы говорим, в тумбочку клали, а раньше, оказывается, потом, только если за иконами там, ну и раньше еще за чурами, вообще клали сушеную веселку, так вот муж с женой, у него липом, у него фиброаденома, у жены, просто прошли только, ну так мы говорим, от запаха, не от запаха, конечно, вероятно, вот это воздействие, волновое на расстоянии, вот это мощнейшее, то есть что-то в этом даже чуть ли не сакральное, конечно, есть вот, по крайней мере, вот, но наши предки к этому так и относились, даже были города целые, вот, например, в Галле был такой город целый, где вот именно волхвы фунготерапию обучали людей, но это дохристианство, есть данные, то есть вот это вот, дык... Да, ну вот то, о чем мы сейчас так интересно разговариваем, да, то есть можно сделать вот о том, что, значит, идем мы по правильным путем абсолютно, скажем, люди, которые хотят быть здоровыми, да, они акцентировать должны внимание, опять же, на потребительскую свою, скажем, корзину, да, то, что пьют, в себя запихивают, конечно, что запихивают, то, в чем они живут, да, потом просто пожарникам будет легче помогать, если что-то за него обучается, вот, а по большому счету, ну, скажем, если не брать вот эти вот мега-концерны, которые занимаются, да, фармацевтией, вот, которые делают бизнес на, скажем, заболеветь, да, на костях абсолютно верно, вот, то, скажем, 90% это человек, да, и 10% это, скажем, доктора, которые направляют или там дают какие-то специализированные... Безусловно, потому что даже от настроя человека, ну, то, что там кто-то плацебо, да нет, естественно, это очень многое тоже зависит от настроя. Если человек верит по абсолютной убеждению, на 100% из 100, что он правильным путем, у него все будет хорошо, это дает огромные проценты дополнительные на его излечения. А тем более мы сейчас живем в такое время, да, и тоже это есть соответствующие исследования, когда меняются, скажем, волновые параметры, да, Земли. Конечно. Вот. Созвездия других планетов. Водородный мк в галактике. Да. Людям, которые верят, да, людям, которые верят, им, соответственно, проще дойти к пониманию, как это работает. А факт в чем? В том, что еще, например, там лет 7-5 даже назад многие люди вообще не задумывались о темах каких-то там, ну, совсем материально приземленные, а более не смотрели. Сейчас же вот та же тема адекватного питания, сыроид, никого не спроси, кто-то, что это так было. Сейчас знают все-всех слоев населения, там неважно профессии и прочего и так далее. Ну, и другие аналогичные. Потому что, что было сказано еще давно, что вот новая эра, которая грядет, собственно, вот эта самая там, да, она, то есть Калиюга, ну, если мы говорим там о Санкрите, Ведах, как бы заканчивается вот этого невежества тьмы вот этих, что называется, ну так назовем, и грядет другая разума. И действительно люди начинают думать, просветляться, по крайней мере, пусть это кто-то считает совпадением, ну... Никаких совпадений? Нет, конечно. Никаких. Потому что если глуп... Нет, я так... Наши-то люди понимают, но я к тому еще говорю, что некоторые пытаются под свою веру, скажем, подстроить факты, и они пытаются искать всегда. Но если глубоко разобраться, если бы просто, ну, у нас тема другая, но проанализировать действительно, когда там из там ста различных аспектов подтверждающих, что не совпадение совпадают все, то значит, соответственно, это, разумеется, просто факт. А вот, ну, сейчас как бы действительно не до того. Ну, а значит, вот в перспективе что у вас? Какая вообще задача? Ну, я уже первый услышал, то есть, безусловно, открыть уже такую открытую, ну, не знаю, клинику, или, значит, вот, чтобы люди могли... Ну, популяризировать. Популяризировать. То есть, задача главная. Ну, одни из гомосапиенсов, которые движутся в этом направлении, у которых может быть чуть лучше база. И, может быть, чуть больше возможностей, да? Ну, соответственно... Ну, то есть, главная задача, это как бы, ну, популяризировать. То есть, в принципе, если человек обратился, что он понял, что есть у него другая альтернатива, нежели на себе крест ставить, ну, когда не дай бог доходит до серьезных вещей, что человек однозначно, пока он жив и в здравом смысле... Если он прозрем, прозрем абсолютно. Себя начнет искать, он найдет. И он, если он будет, как бы, целеустремленным и последовательным, то он обязательно решит свою проблему. Правильно? Да, да. Ну, а цели... Я еще хотел добавить, потому что это очень важно. Да, да. Потому что мы говорим о организме человека, но здесь нельзя не учитывать окружающую среду, где он живет. Вся сегодня наша бытовая техника, мощнейшее воздействие на организм человека, начиная с холодильника, печки и так далее, это серьезно влияет. И вот с этой точки зрения, вот Владимир и другие специалисты, которые работают в этой области, как раз сейчас предложены уже достаточно неплохие варианты нивелировать отрицательные действия вот этого электрического тока, который обеспечивает всю бытовую технику нашей квартиры. Здорово. А каким образом? Для этого создаются и уже разработаны поляризаторы электрического тока, когда он наносится либо на сам прибор, скажем, в холодильник или так, или другой, либо, что проще всего, на кабель, который входит в квартиру. И вот, находясь вот это устройство, которое цепляется к кабелю, оно позволяет трансформировать электрический ток левого вращения в правое вращение, и тогда вся бытовая техника становится абсолютно безопасной для человека. Вот так. Это очень важное направление, мы сейчас его интенсивно развиваем, его начинали в свое время в Киеве развивать, умер, к сожалению, разработчик в которой, и вот сейчас мы как бы поддерживая его, поддерживая все, начинаем, продолжаем, продолжаем. Успехи. Уже есть, хороший успех. Здорово. Мы видим уже результат. Результат. Скажите, ну да, это же приборы, в принципе, замеряются сейчас. И приборами, и человек... С подчеркиванием. Да, но это уже как просто приборы, ну да, это материальные подтверждения наших чувств, вы говорите чувства. Нет, у нас все очень просто, у нас вот лаборатория наша, да, она очень быстро подтверждает те или иные наши сравнения для проверки. Все правильно. Второе, что я бы хотел обратить в ваше внимание, потому что это тоже очень важно. Вы сейчас говорите о грибках, которые обладают лечебными свойствами. О грибах выше. О грибах выше. О грибах выше. Но есть грибковые направления, которые сегодня очень опасны для человека. Скажем, я в своей практике постоянно встречаю аспиргилу нигер. Конечно. Которые сегодня... Да, ты привел с силипинами. Да, это есть. И одна из проблем серьезнейших, это больные аллергическими заболеваниями, панциальной астмой и так далее. Мы находим практически 100% этих аспиргилов. Да. Причем, самое интересное, что если иммунная система очень крепкая у человека, то вот взять 10 человек, там два, например, не заразить. То есть, они подышат этим уже воздухом. Ну, в спорах везде есть. Мы даже на высоте 5 км есть. Другие нет. То есть, наслабленный организм. То есть, изначально у организма был у человека ослаблен иммунитет. Слабый. Проблемы определенные. А в чем? Вот это я почему я всегда нашим зрителям рассказываю. Что это причина. А есть еще первая причина. А вот первая причина, если уж так глубоко копнуть, это накопление все-таки в организме гнойных токсинов, ядов, которые... Взроют почву. Да. Разусловно. Для ослабления иммунитета, для... Еще хотел бы просто обратить ваше внимание на одно направление, которое является очень понятным, природным и достаточно эффективным. Вот представьте себе, аспиргила или любой другой микроб попал в головной мозг. Да. Вызывает там поражение, вызывает там рассеянный склероз, вызывает много-много всяких патологических процессов, которые сегодня действительно трудно подается лечению. А как его оттуда убрать? Как решить эту задачу? То есть те методы, которые мы сегодня располагаем, да, мы можем частично говорить, да, мы можем еще окончательно, но нет. Оказывается, природа снова придумала очень простые средства, это эфирные масла. Понимаете? Эфирное масло беспрепятственно проникает практически в любой участок тела человека, даже если вы нанесете на пальчик. И это верно. Или на подыщение. Да знаю, да, конечно. Поэтому вот это направление мне тоже бы хотелось, что оно является чрезвычайным. Согласен с вами. Эфирные, вот это вот так, ну, ее некоторая аромотерапия, ну, в общем... Аромотерапия? Я понимаю, это другое, но эфиры мы можем вдыхать тоже, поэтому... Разные масла? Конечно. Вот, кстати, масло чайного дерева, тоже сейчас привожу пример. До, скажем, когда избрели антибиотики, так сказать, стали их, вот, например, ну, в Австралии добывали, это Первая мировая война, английским солдатам применяли антибиотики, это будет, что я хочу сказать. Было потом исследовано и показано, что, например, действие антимикробное вот этого масла чайного дерева, эфиры, да, оно в сорок раз сильнее, чем тетрацикленного ряда антибиотиков. Вот. Поэтому я еще к чему это все и говорю, ну, и мы все это говорим, что в природе все есть. Все. Но оно недорогое, понимающим дело. Не такое дорогое, как антибиотики. Я бы даже не совсем... Есть, конечно, недорогое, есть очень дорогое. Но, например, веселку надо поймать. Во-первых, она сама все редка. А во-вторых, надо поймать тот 15-минутный момент, когда она, вон, своя ножка начинает расти, книгу Гиннеса несет, как самая быстро растущая. То есть яйцо там 5-7 дней и стоит, и стоит. А потом за 15 минут проклевывается вот эта идет шип. Нога до 20 сантиметров растает за 15 минут. И потом начинает уже ослезняться споры, и она гниет. Это надо момент поймать, и вот тогда ее уникальные свойства, лечебные, это надо с палатками дежурить, два человека, чтобы не спал. То есть он очень дорогой в этом грибе. И он будет дорогим, его нельзя искусственно получить и на ферме сделать. То есть теперь, что... А даже если сделать, это не будет. Оно растет только в симбиозах определенных сложных, которые считается, никто не понял. Ты знаешь, Юр, мы же перед этим сказали, что каждая клетка, каждая бактерия, каждый вирус имеет свою волну. Да. Соответственно, вот этот спектр мы можем писать. Понятно. Как бы можно было писать и воздействовать. В принципе, по логике все так. Все так. Я все-таки... Понятно, что будут огрехи. Конечно. Понятно, что там не будет, скажем, чистого долга. Вещественного материального... Да, да, да. Безусловно, для всех это невозможно, понятно. И, кстати, вот к тому, что действительно просто фармкомпания, это же, во-первых, это не просто там многомиллиардные бизнесы, это управление. Это... Абсолютно правильно. Это контроль. Это наши, как говорится, зрители все это прекрасно понимают. Ну, так сказать, все знакомы с пониманием концепции управления и так далее. Естественно. Так же, как вот мой новый знакомый, который я обязательно хочу познакомить, потому что тоже они этим очень многим занимаются, а он прошел через... Ну, то есть он где-то около тонны разных витаминов съел, то есть на нем испытывались... Хороший человек. Да. И он... Очень мне понравилось, как он на все это сказал. Я говорю, ну, как вы могли бы посоветовать людям... Он говорит, бежать как-то так от огня от всех синтетических, то есть этих... И понятно, так же, как синтетические принимать стоят витамины, как гормоны синтетические свои не будут, так сказать, уже вырабатываться. А зачем? Да, более того, они и действуют по-другому. Они же не могут в живую биологическую систему строиться, так как живые органические молекулы натуральные. Еще раз, да, то есть чтобы... Вы все это понимаете, наши зрители... Никогда, товарищи дорогие, не может... Понимаете, там есть живая программа, что называется творца, если уж так совсем примитивно. Никогда мы синтетику не сможем вогнать туда вот, понимаете, вот эту программу. И формулу повторили, она не работает так. А вот это все сложнее. И сложнее и проще одновременно. Мы, горе от ума, вот это действительно пытаемся в искусственно-синтетических полимерных всяких соединениях получить истину. Да нет, не истина. И быть не может. А все под ногами лежит. И я говорю, тоже приводил много случаев, знал, когда там вот одного рассказывал мне человек, который великолепный остеопат, там все врач, он по профессии врач, он с 70-ой на Байкал, ну бам, поехал, значит, вот врачом. И боковая линия куда-то шла там за 200 км в сторону. Вообще глушь, который вот только первый раз, нога человека, ну за последние 100 лет там, или по крайней мере, 100 лет. Вот. И одного дерева, он так привалило, что он даже и позвоночник. То есть там у него с переломов десятки были. То есть его вообще нельзя будет транспортировать. Да и как? Вот. И нашлась там какая-то вообще живущая отшельница, вот эта вот бабушка веду неё. Она говорит, ладно, ты останешься, ему, говорит, ну поможешь, ну физически чисто. Он говорит, после этого я больше не стал заниматься врачебной идеей. То есть я увидел то, что, ну не знаю, профессор академики там могли бы сделать, ну может могли бы в каких-то суперсовременной клинике, но за три недели, он через три недели стал ходить. То есть она сделала, она там брала, ну он то, что видел, рассказывал. То есть вот простая, неграмотная, казалось бы, но не знающая, диплома не имеющего высокого звания. И от этого у неё выпендривания нет высокого, так сказать. Да, но здесь вопрос социализации. Да, конечно. Она невозможна, к сожалению, в тех рамках, в которых мы существуем. В нынешних. Абсолютно чётко, да? Да. А вот это как раз и должна быть та самая гармония техносферы и биосферы, которую Вернад с киносферой назвал. Да и об этом очень многие умные люди говорили. Тот же вот, кстати, Генри Форд, он тоже об этом говорил, что ещё больше ста лет назад, видя, как тогда поглощают людей, вот эти города-мегаполисы, вот это всё вверх, когда люди, роботы превращаются в бездумки. Он говорит, это же ста, это порабощение человека, никогда человек вне земли не будет свободным. У него должен быть свой дом, хозяйство, земля, образ жизни. Плюс могут быть, безусловно, различные вот эти вот производства там и так далее. Поэтому распределение производства – это правильный тот путь, по которому Советский Союз пошёл на самом деле. Ну, кстати, есть очень интересная работа, значит, людей с концепцией общественной безопасности, там и Зазномин, и Ефимов. Это вот по Сталину Форд «Как жить по-человечески» есть такая книга, очень рекомендую. Ну, всем. Это очень интересный, глубокий анализ двух людей и систем, которые смогли противостоять в какой-то мере, хотя бы на какой-то период, глобальной концепции управления. То есть они создали свою концепцию, единственное за столетие, ну, вот таких два ярких примера. Очень интересная вещь. Ну, это такие, это более глубокие системы, да, системные, скажем, моменты, которые вот ни в одной, ни в двух, скажем, беседах мы не сможем осветить. Нет, нет, нет. Вопрос только в том, что люди, гомосапинцы, должны объединяться, должны друг другу помогать, должны друг другу, так сказать, друг другу просветлять. Вот это их задача. Задача, да, заключается в сегодняшнем, да, сегодняшнем моменте, сегодняшнего времени. Однозначно. Тем более в условиях войны, которая сейчас ведется, в мировой войне, да? Ну, да. Она же финансовая, она же социальная, она же, так сказать, антигуманная. Античеловечество. Античеловечество. Поэтому это надо понимать, осознавать и включаться в мир. Конечно. И разумный человек, когда поймет, скажет, а, он уже бы легко. То есть, вот как говорится, как Жданов в свое время, Владимир Георгиевич, поклон большой, что многие молодые люди, ребята, увидят аллекцию. Их проняло до глубины души, не о здоровье своем, а более высокого порядка, патриотические чувства проснулись. Ну, что же я своими руками, вот этой рюмкой проклятой, вношу лепту своих дел, уничтожение своего народа, будущего, детей, там много кто. И перестали очень многие, тысячи, сотни тысяч людей молодых пить, употреблять алкоголь, курить. Потом они неизбежно стали задумываться. Задумавшись, они стали искать, искать и смысл жизни, и прочее, и прочее. Они поняли, что же мы за шурупчики в этом мире, в современном, систем глобальных вот этих управлений, транснациональных корпораций и так далее, в той или иной степени. Что же мы своими руками… И вот уже пошло понимание на более глубоком уровне. О чем мы сейчас… Включился можете, что это отлично, скажем так, для проявления своих индивидуальных качеств. Да, поэтому каждый из нас может… Ведь каждый, вот даже из наших уважаемых зрителей, любой человек может нести свой посильный труд. Например, важную ценную информацию для просветления людей переложить куда-то в соцсети. В соцсети, слушайте, рядом в семье кто-то есть? Конечно. Уже достаточно, да? Да, я бы более масштабно имею в виду. И более масштабный. Пример свой личный, на семью помножить, на друзей, вокруг приятелей, так сказать, компании и так далее, попытаться. Не с первого раза, все равно, человек, сказав правду, с сильной аргументацией, даже если человек, который, понятно, будет всячески брыкаться, ну, подсознательно, защищая… Существом, как не пытаясь. Своего любимого, лень свою, пороки свои, он уже поймет, все зернышко он посеет внутри, и он уже, не сейчас пусть даже, но потом, уже задумывается. То есть, следующая информация, сказанная от другого человека ему, на пути жизни, на попавшемся, она будет уже умножена, безусловно, и дальше, вот, то есть… Пришли к совершенно очевидному духовному пути, который должен каждый для себя охарактеризовать, понять, осмыслить и идти. То есть… Ну, именно так. Ну, вот, здорово. Да, нет, на самом деле все, вот, люди, которые занимаются вот подобными, то есть, у кого мотивация побудительная, действительно, главная, ведь это же не самоцель, ну, понятно, что кто-то может подумать, о, корыстные деньги, что-то там, ну, это уже больные люди, это есть всегда, а здесь, вот, я не знаю, да, вот, я по себе, знаю, тоже относится вот к этому делу. Ну, это… это просто интерес жизни, это возможность достичь цели. То есть, деньги – это все лишь средство для… Временная… Это вообще временная мера стоимости… Вообще, что такое деньги? Это временная… Я так считаю, из формулировки вывести, временная мера стоимости товаров и услуг. А, по сути, это действительно средство для застижения главной цели. И вот какая цель у человека? Вот это самое главное. Ну, одно дело брюхо набить на канарах, лежать, то есть, паразитом быть на теле земли и народа, а другое дело вкладывать в технологию, в разрабатывать в совершенстве методов, да, там, диагностических, там, лечебных… Правильно. Так сказать, типа, правильно? Подарить помощь, подарить любовь – это… И знание, главное. Да, и знание. Конечно. Вот… Совершенно правильно. Наша функция, наша задача… И показать людям, особенно, в первую очередь, тем же врачам страшно зазомбированным, а они еще более зазомбированы, чем простые люди, потому что они же прокатились через эту матрицу стереотику догматов гораздо глубже и дольше, чем обычный человек. И, кстати, самое интересное, вы замечали, они-то говорят языком просто догматов, постулатов веры с ранее религиозной. То есть, это у них… это не знание, говорят. Поэтому прав тот Задорнат, который говорит, что уже докатились, что, как говорит, специалист по правому, по левому уху, да? Ну, то есть, ну, если человек не знает в целом, что есть человек и как он как система сложная функционирует, он не может лечить людей, потому что он не понимает, как это надо делать, по сути, если он не понимает, что человек – это сложная симбиотическая система. Вот. А о чем, кстати, понимали и догадывались многие умные люди по-разному, а вот уже упомянутая Академия Куглях, да, например, вообще теория адекватного питания, она как раз, так сказать, он открыл эту завесу, что мы ведь тоже… очнитесь, люди, мы же симбиотические организмы. Если, извините, простой муравей, там, многие, там, насекомые, более примитивные животные, несоизмеримые, чем мы, даже не млекопитающие, а уж тем более млекопитающие, это все симбиотические системы. Поэтому какие-то вещества, да, мы не можем и не потреблять, но мы их можем синтезировать благодаря нашей, например, кишечной симбиотической микрофлоре. Если она работает, если человек не болен, это уже другой вопрос. А вот то, что мы для себя до такого допустили, каждый отдельно взятый человек, общество в целом, ну вот то нам горе от ума. Да, потому что мы все больно умные, ушли от природы, так сказать, ушли от села, от земли, от знаний этих преемственности поколений. И перешли в железобетонные коробки, в дискотеки, в эти, ну я имею в виду, как в 70-е годы везде по телевидению, так сказать, прокатилось, вот это уже с 60-х пошло, что вот что это там, коров за сиськи, то есть пренебрежение к труду на земле, это же шло, уничтожение как раз вот того самого… Ну, опять же, прослеживается системность, причем вековая, многовековая системность, да, ну так, опять же, если не углубляйся, но на нашем историческом отрезке, да, мы это четко совершенно можем посмотреть, потрогать и осознать. Конечно. Вот. И для того, чтобы, скажем, в дальнейшем мы могли иметь какую-то перспективу, помимо, скажем, Макдональдса, мы четко должны и себе, и другим, не очень близким, да, пытаться объяснять то, что происходило и происходило. Обязательно. Потому что, конечно, помочь… Это, это тут точно, можно сказать, словами известного писания, что, ну, просто как гражданский долг, я считаю, скажи один раз, ну, объясни, если человек заблуждается, не видит, ну, нормальный человек, подскажи, не поймет, не захочет, отмахнется, ну, приведи, доказать, сосед, ну, специалиста, приведи, покажи словами другу, вот, человек, который более популярный сможет объяснить, ну, а третий раз, как говорится, уже не мечи, ну, отойди, что тут ты сделаешь, значит, пока времени не пришло. Но сказать, показать, объяснить – это наш, ну, как обязанность, если ты знаешь. Ну, как, иначе, все правильно. Ну, отлично. Кстати, да, вот такой вопрос еще, ну, как бы, потому что наши зрители преимущественно, в том числе, там, очень, ну, почти все веганы, в той или иной сыроеды и так далее, разные, это вегатриации. То, просто интересно, вот, сейчас ведь немного сыроедней, да, я знаю, но был до года… Три с половиной. Три с половиной, да? Ну, это просто в Индию-то, я помню, поехал, и там, ну, понятно, в общем, не было возможности из-за гигиены, так сказать, в основном. Нет, там как раз-то была возможность. А почему? Здесь нет возможности. Нет. Я вам представить, нет, вот, Богдан Ильич как раз наблюдал всю эту картину, ну, человек, опять же, вот, вот, если обращаться к социуму, да, долгий, такой вот, период времени, да, сидеть на сыроедине, в наших условиях крайне сложно. Я не буду говорить, что это невозможно. Ну, естественно, я вот, например, уже 6 лет, да, скажем. Да, да, но здесь надо очень, очень, да, очень пристально смотреть за своим состоянием здоровья, потому что у меня разлет между, скажем, микроэлементами был, там, в 100 раз, например, поменья, да, там еще какие-то, еще какие-то, да. Ну, это все решается про знания. Да, это решается, решается, но на бытовом уровне, например, да, вот я занимаюсь бизнесом, и, соответственно, у меня нет достаточно времени. Времени, да, что закинул себя и вроде как… И знаний нет, да, примерно, да, для того, чтобы поддерживать свой организм. Совершенно верно. Это многих ошибка та, что люди думают, ну да, я сейчас там на 2-3 продуктах буду. Ладно, это было бы 100 лет назад, но извините меня, сейчас в продуктах нет уже тех минералов, да. Поэтому, но вот то, что могу сказать однозначно, можно 2-3 месяца проводить на сыроении, потом, скажем, уходить на какую-то диету 30, там, на 70%, да, 40-40% инфареный, и так где-то, так скажем, полгода, потом опять месяца 3, и вот это. Нет, это разные есть варианты. Это не диета, это опять система, и, скажем, если это не ставить во главу угла, то чувствуешь себя хорошо, энергия та же позитивная, люди к тебе также хорошо настроены. Нет, это понятно. И ложкой гнешь точно так же эффективно, как и на гнешь, да. Хорошо. А все-таки, ну, то есть, сейчас просто на веганстве, да? Да. Ну, да, ну, то есть, там, с преобладанием все-таки живой пищи, я так полагаю, ну, в большем процентном отношении, да, чем вареной. Ну, да, ну, понятно. Вот. Нет, ну, на самом деле, понятно, есть люди разные, есть тот же вот там, мои знакомые, есть, которые там и семьи больше лет, нет, есть просто не мои знакомые, но которые и 70 лет, и там и 50 это есть. И в Индии таких, кстати, много, там целой общины есть и фрукты. Есть вообще люди, говорят, два продукта едят, причем интересно, какие. Кокос, вот, кокосовое, там, молоко, там уникальнейший продукт, ведь в Первую мировую войну, в Вену прям напрямую переливали... Не молоко, а воду. Воду. Ну, воду, которая еще молочная зрелость. Вот. А и там, не помню, второй какой. Это ладно, там и зубы белые, ну, все отлично, никаких проблем. Ну, есть свои нюансы, есть паразиты там, они по-своему это борется, ладно, темы совершенно другие, не будем их поднимать. Но, а вот, а тут дело еще в другом. Во-первых, первое, какой минеральный и прочий состав в этих продуктах, раз. Второе, заработала ли кишечная микрофлора, чтобы как раз синтезировать те, все аминоги, действительно. Аминоги, необходимые. Да, конечно, потому что есть люди, это сразу вот видно по объективным, косвенным, прямым признакам, что да, заработало. Ну, вот как тот же, например, там, ну… Ну, у тебя заработало, это точно, могу сказать. Ну, по крайней мере, то есть это у меня и энергии, и, так сказать, я могу там, в шестичном и люди знают, там, в шестичном и лекции безы. Причем, мозг как работает тонко, как вот память, прочие дела. Более того, физически он сразу бегу, и у меня в стройке-то идут, и в пуш-горах, и так, я им показываю, как надо работать там, работничком, так сказать, а то каждые, так сказать, пять минут устают там или что-то, что это такое. Ну, в общем, да, причем вот, ну, то есть это действительно многофакторная вещь, но я как раз и учусь в своей лекции. Но советовать всем нельзя. Советовать надо всем проявлять здравомыслие. Здравомыслие. Всем надо советовать, понимать, что природа, да, предусмотрела именно так, и ее закон в плане вот питания, в этом плане гласит таким образом, что полная передача максимальной энергии в полном объеме первоначальном возможном и строительного материала возможна только от живой клетки к живой клетке. Это означает так же, как точно в любой сфере деятельности медики-врачи там, сталкиваясь реально, не теоретические рассуждения, кто что-то научился и советует пациенту, перебирая старые пособия свои, где там они только как попугает, а те, кто, например, занимается препаратами теми же, ну, коль мы об этом говорили, грибными, да, например, они видят, оказывается, тот самый полисахарид лентинамул разрушается уже при 41 градусе. То есть и многие, например, а компоненты некоторой веселки уже даже сушить надо при 35, ну, на инфракрасных этих либо вакуумных там, что в идеале, конечно, там, на сушках, да. Потому что разрушаются и так далее, и так далее. Вот с тем же фокусом, который вот, то же самое, он понял и впервые смогли создать, 40 лет над этим бились, как, там, то кислотой обрабатывают, то или иной, то термически, все, они уже из колоридной формы, там, минералы уже не в иной форме, так сказать, меняется структура, разрушение происходит. А он смог, один человек, молодец. Ну, и поэтому работает, поэтому результаты у некоторых, кстати, я заметил, знаете, еще интересную такую штуку. Самый лучший результат, знаете, у кого появляется, вот возникает при одних и тех же методиках вот лечения, это возрастная группа 90 лет и вот примерно плюс-минус. Генетика мощнейшая. То есть это такой задел выросли, когда почва была богатой минералами, выросли, когда, ну, то есть тогда тот этап попали, когда все-таки поколения не были отравлены, там, алкоголем, другими ядами, там, генетика крепче априори. Вот эти люди порой вот таких малостей достаточно, чтобы они прямо вот на глазах просто за считанные дни. Вот я прямо замечал это, так сказать. Да, есть такой. Есть такой. Интересный момент. Вообще все это надо, конечно, анализировать. Главное, шире. Вообще, те ученые и врачи раньше могли, знали, обладали этими знаниями и их результаты лечения были очень эффективны, которые обладали высокими, да, энциклогическими знаниями. То есть не узконаправленными. Узконаправленность, она всегда, но так сказать, порочена потому, что человек многого просто не может учесть. Действительно. Вот это вот, конечно, так. Ну, что ж, я думаю, что, конечно, наша вот такая первая встреча, ну, как бы, рассказывая о том, чем вы занимаетесь, была, я думаю, интересной, по крайней мере, видите, когда это носит уже такой системный характер, когда результаты мы видим, действительно положительные, реальные результаты у тех людей, групп, там, ученых, исследователей, которые идут, собственно, они только и есть положительные те, кто идут в верном направлении. А верное направление – это правильно? Это изучение организма как целостной структуры системы. И подход соответствующим должен быть. Да. И все это всегда только с учетом здравого смысла. Вот, например, методика понятна, она абсолютна. Я ее сразу понял уже тогда, в 89-м году впервые столкнувшись, потому что это разумно, просто разумно. И, естественно, если обладание какой-то, как часть своей жизни, вот любой микроорганизм, любая живая клетка имеет колебания определенные частотные характеристики, мы их можем уловить, а если мы пошлем обратно именно такую амплитуду, частоту, диапазон, который будет разрушительным, то есть войдет резонанс в его организме, клетка погибает, конкретно это избирательно. Правильно? На этом и основано. Это что такое, товарищ Терек? Это просто здравый смысл. Вот и все. И здравый смысл – это констатация всего лишь законов, ну вот это истины, законов природы в данном случае. Владимир Владимирович, ну вы, может быть, что-то, я не знаю, там, если пару слов, что-то еще хотите, может быть, сказать или в завершении, может быть, нашим… Ну, я также где-то в последние годы мы начали работать с Южной Кореей, в Сеуле есть несколько хороших центров, в том числе институт нанотехнологий, они достаточно продвинулись в многих вопросах. Вот. Сейчас в Корее идет очень крупная государственная программа, называется «Медицинская долина». Мы, когда со всего мира, мы собрали достаточно серьезных ученок, которые начинают сейчас уже выдавать серьезные продукции. Да, да. Вот. И один из таких ученых, с которыми мы работаем, уже больше трех лет, вот, он является правнуком основателя корейской медицины. То есть он как раз то, о чем мы с вами обсуждали, очень хорошо знает. Он великолепно знает и направление трав, и направление медицины как таковой, и классической, и химической медицины. И в него это действительно очень хорошо получается, в лечении самых серьезных заболеваний. «Например, я смотрел женщину, 78 лет, цирроз печени, рак печени, и вот за 4 месяца ее вытащил». Да, да. Ничего, абсолютно. Абсолютно, да. И многие вопросы, которые они сейчас двигают, нам оказались интересными. И именно начинаем с ними очень более тесно работать. Но оказалось, что им тоже мы интересны с точки зрения вот какой. Они давно разделят, значит, людей на 4 группы, ну, скорее всего, и больше. И они их называют так, что этот человек, конституциональный тип человека, это, скажем, зима, весна, лето и осень. Ну да, есть другие альтернативные названия, варианты. Но самое главное, что этот подход оказался очень эффективным у них, понимаете. А специалистов, которые могут точно определить, не много. Там где-то 8-10 человек. Это, знаете, просто к слову, поэтому очень важно сказать, как вот есть великолепная специалистика по пульсу, но ведь это единицы, и это очень сложно, и не каждый способен. А это работает методикой? Конечно, да, но в руках специалисты. Другое вопрос, что в руках, кажется, прибор, это тут уже не нужно быть специалистом, так сказать, да, в этом плане диагностика, конечно, расширяет возможности. Где найти столько таких специалистов, врачей? Мне кажется, у них тоже это государственная программа. Программа, да. Они имеют государственный заказ, и вот центр нанотехнологий сейчас очень тесно начал работать с нами, чтобы иметь такую диагностическую программу, такую базу вот типа вот такого прибора, чтобы это позволяло делать любой врач, любой специалист. Понял. Вот мы сейчас как раз в семнадцатом числе с ними встречаемся здесь, они приезжают к нам специально, и попробуем все эти вопросы проговорить, и я уже начал их решать. Ну. То есть это действительно очень интересно. Я думаю, что польза для нас будет. Обоюдная польза, конечно. Всегда в таком сотрудничестве. Здорово. В общем-то, пока это оборудование, я понимаю, оно вот в руках именно специалистов, да, то есть вот будет в вашей клинике, в вашей, то есть оно не продается, понятно, да, пока? Почему не продается? Продается. То есть, в принципе, ну вот специалистов. Ну, сертифицировано. Ну, сертифицировано в Европу, сертифицировано здесь. Так что здесь проблемы. Ну, то есть, я думаю, методика обучения на работе. Да, конечно. То есть проходит в специалисты, кто… И у нас в Университете Патрисова Мунга. Университете Патрисова Мунга уже централизован для обучения врачей. Так что это все. Это здорово. Потому что врач ведь начнет это изучать, он глубже начнет пытаться понять вот эти причинно-следственные связи. Конечно. А значит, он уже поймет, что резать к чертовой матери это не всегда выход. Вот. И великолепно. Все правильно. Ну, отлично. Я считаю, что вот мы обязательно через там годик или минут, как бы, будет наконец-то такое большое дело сделано, открыто с клиникой. И, может быть, там уже первые те, ну, такие пациенты, которые пройдут, мы какое-то с ними сделаем такое интересное интервью, более такое всестороннее. И чтобы донести эту информацию глубже для людей, пусть знают, так сказать. Ну, а дальше уже, соответственно, я думаю, во-первых, заинтересуются и многие врачи, которые нас слушают, очень многие врачи, ученые, которые в своих городах, может быть, странах захотят тоже, так сказать, приобщиться. И почему бы нет, да? Ну, конечно. Ну и отлично. Ну что ж, я ушел. Ладно. Я хотел бы, что вас, во-первых, очень от всей души своей поблагодарить за эту встречу, за ваш рассказ, то, чем вы занимает нашу дискуссию, вот, Владимир тоже. Ну и надеюсь, нашим зрителям все понравилось и продолжение вы захотите. А вы, пожалуйста, дорогие друзья, голосуйте, так, пальчик вверх, если в канале Ютуба, если понравилось, нет, если вниз, но тогда, пожалуйста, обоснуйте, чем, может быть, мы исправимся, что-то неправильное мы, так сказать, сказали или сделали, на ваш взгляд, тогда давайте дискутировать. Ну и, соответственно, подписывайтесь на канал, вот этот, который вы смотрите, если в Ютубе, дабы со временем, чем больше будет у вас, уважаемых друзей у нас в канале, то мы создадим уже и телевидение более серьезное, свое, то тогда, вот, собственно говоря, всем только лучше, все только от этого выиграют, однозначно. Будет больше информации, а сейчас самый главный продукт – это информация, конечно, сейчас, однозначно. Самая большая ценность и достояние. Все остальное идет вслед за информацией, если человек разумно сможет ей распорядиться, правильно? Ну что ж, всего хорошего, дорогие друзья, до новых встреч. Спасибо. 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 Спасибо.